Работа управления государственного заказа. Об этом мы поговорим в рамках программы «Акцент». У нас в студии начальник профильного подразделения правительства Севастополя Ирина Щукина. Напоминаю, мы работаем в прямом эфире. Телефон редакции 54-62-72. Звоните. Ирина Вячеславовна, наверное, начнем с вопроса, какими законами в сфере госзакупок регулируется деятельность управления. Давайте. Ну, это 44-й федеральный закон о контрактной службе в сфере закупок товаров, работы, услуг. И 223-й федеральный закон. Для этим законом руководствуются унитарные автономные учреждения. Какой коллектив на сегодняшний день удалось собрать в управлении? Что это за люди? Расскажите о них. Ну, в управлении работают специалисты высокой категории, имеющие высшее образование, прошедшие переподготовку в сфере управления государственными и муниципальными закупками. 95% специалистов, которые имеют опыт работы еще с 94-го федерального закона. И они, будем так говорить, жители практически всей страны, от Севастополя до Владивостока. То есть у нас такое сборное управление получилось очень интересное и с большим опытом работы в сфере закупок. В каких сферах сегодня осуществляются госзакупки? Ну, сфера закупки сейчас осуществляется практически во всех сферах, где существует бюджетный процесс. То есть это и здравоохранение, образование, ЖКХ, строительство, практически везде. Охватывается, так сказать, вся... Да, полный спектр, да. Какая работа ведется по централизации закупок на сегодняшний день? Ну, на основании статьи 26 централизации закупок 44-го федерального закона постановлением правительства номер 67 от 26 июня 2014 года Управление госзаказа наделено полномочиями определения поставщиков для всех государственных заказчиков, которые осуществляют закупки. В соответствующем это взаимодействие, согласно положению, ведется централизованно. Управлением госзаказа внедрен программный комплекс региональная контрактная система. Это программный комплекс, который взаимодействует с сайтом закупки ГОФРУ, то есть общероссийским сайтом. Все заказчики размещаются, то есть регистрируются на закупках ГОФРУ, соответствующий, регистрируются в региональной контрактной системе. Этот сайт, этот программный комплекс только для заказчиков, где они размещают план графики, формируют и экспортируют на общероссийский сайт закупки ГОФРУ, где они формируют заявку на закупку, соответствующая которой направляется уполномоченный орган, который будет мониториться в соответствии с законодательством 135-го, это антикоррупционное, антимонопольное. Затем 44-й, в принципе, у нас очень много нормативно-правовых актов, принятые правительством Российской Федерации и субъектом, которые регулируют закупки. И на правомерность всего, всей нормативно-правовых документов. Кстати, вот оборот нормативно-правовых документов, вообще документооборот при заключении контрактов, он насколько тщательно сегодня ведется? Да, сейчас я дальше расскажу. Значит, затем идет процедура определения поставщика, заключения контракта, исполнения контрактов. То есть, на этом сайте каждый заказчик работает в своем личном кабинете. То есть, это практически программный комплекс, который позволяет, как электронный документооборот, он взаимодействует с общероссийским, с закупки ГОФРУ. То есть, все поставщики, которые хотели бы участвовать в процедурах отбора поставщика, то есть, они всю информацию получают с закупок ГОФРУ. То есть, опять же, если человек желает участвовать в госзакупках, он просто банально входит на сайт, оценивает ту ситуацию, мониторит. Да, поставщики, подрядчики-исполнители, они должны получить электронно-цифровые подписи в центрах специальных. Как получаются эти подписи? Ну, например, государственные заказчики получают в федеральном казначействе эти электронно-цифровые подписи для закупки ГОФРУ. Поставщики, подрядчики-исполнители, они получают в удостоверяющих центрах, которые здесь есть на территории Севастополя. Затем они проходят регистрацию на закупки ГОФРУ и аккредитацию на торговых площадках. Какое внимание уделяется все-таки учету документооборота заключенных контрактов и их изменений в случае расторжения? Учет в заключенных контрактах ведется на сайте закупки ГОФРУ и соответствующей региональной контрактной системе в отделе реестр контрактов. То есть на основании этого реестра контрактов федеральное казначействие производит оплату государственных контрактов. То есть исполнение ведет. Если какие-то дополнения и изменения, они также регистрируются на сайте в реестре контрактов. То есть это процедура 44-го, это четко прописанный полный регламент работы. То есть, как говорится, ничего лишнего, все четко и по закону на сегодняшний момент. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Вы смотрели программу «Акцент» и фиржи информационного канала «Севастополя» продолжается. Не переключайтесь, впереди немало интересного. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова